Мы только находимся в начале цепи страшных конфликтов. Напомню, что российско-украинский конфликт тоже имеет национальные измерения. Россия выступила с претензиями об ущемлении прав русского населения Украины или русскоязычного населения Украины. И, в общем, Украине было отказано в государственном, на достаточно высоком уровне, в государственной истории, в государственной суверенитете. Ленин ее выдумал, и так далее. И много чего другого мы слышали в пропаганде. То есть даже в русско-украинском конфликте, в российско-украинском конфликте присутствует вот это измерение националистическое. Оно присутствует в конфликте израильско-палестинском или еврейско-палестинском, если вот так вот можете взять. Хотя это неправильное все описание, потому что и среди русских, и среди украинцев есть люди с разными взглядами. Среди евреев, среди палестинцев не такая однородная. Это не политические партии и не армии народа. Среди народов есть самые разные люди. Ну, в общем, национализм никто не отменял. И национализм, я думаю, будет только актуализироваться сейчас во многом. Почему? Почему? Ну, потому что... Должен же быть обратный процесс. Ну вот, есть ощущение, что все-таки с развитием... Ощущение тут ни при чем. Тут вы же человек образован, и вы приятно понимаете, что в обществах, ну, практически во всех обществах, и в высокоразвитых современных экономических обществах, которые сегодня переживают кризис и, на самом деле, склонны к деградации, потому что мы видим проявление национализма и конфликта на этнической почве в тех государствах, которые нам, казалось бы, современными являются, демократическими. США, например, где конфликт между черными, чернокожими, он просто имеет даже расовую подоплеку. Конечно, он сопровождает практически всю историю Соединенных Штатов, в расовый конфликт, да, и там есть достаточно внятные политические позиции, да, вот, значит, Мартин Лютер Кинга, там, с его «I have a dream», да, там у меня есть мечта, чтобы все люди были равны, до вполне, как говорится, пропаганды новых форм, значит, расового разделения, есть определенная часть белых в Америке, достаточно респектабельная, которые, например, полагают, что, да, все хорошо, но, типа, вот, все-таки должны жить отдельно белые и черные, да, эти черные тоже так многие полагают, и смешение это в Америке, межрасовые смешения, это, скорее, эксклюзив, а не норма. Такие же не в такой степени расового конфликта анклавы мы наблюдаем в Европе, да можно около Монмартра на Париже увидеть, понимаете, два шага от Монмартра, и вы попадаете в африканский регион просто, в Париже, где, на мой взгляд, никаких проблем я, например, не испытывал, я там люблю даже иногда и пешком пройтись, и гулять, ну, любил как-то, я мог там бывать, естественно, и, да, там, как бы, белый смотрится там так, ну, нормально, но, в общем, белых там немного, прямо, откровенно скажем. Такие же районы есть в Брюсселе, вот, недалеко от Европарламента, там, отойдите пять минут, например, вы тоже попадаете в африканско-пакистанский район. Я поэтому думаю, что проблемы межэтнического конфликта или межнационального конфликта можно решить только политическими формами, политическими способами, созданием некой структуры политической, которая дарует права, ну, имперского типа, по большому счёту. Евросоюз, как ни крути, это структура имперского типа, да, она демократическая, она либеральная, она создана по, значит, либеральным, под знамёнами либеральной идеологии. Европейский союз, как союз либеральной Франции, вполне, как бы, с её Великим Востоком, и Германии, которая преодолела соблазны, значит, там, ну, кровавым образом страшной трагедии нацизма, национал-социализма и всё такого, и имперского сознания. И вот когда-то Роберт Шуман и Конрад Аденауэр создали угольное металлургическое соглашение, которое потом преобразовалось в европейское. То есть вначале, видите, даже они обсуждали не отношения между немцами и французами, а общую там сталь и общий уголь. Общая повестка создаёт форматы, которые позволяют преодолевать ту рознь и тот негатив, который возникает в сознании людей, у которых нет общего дела. Когда у людей разного вероисповедания, разного национальности, разного цвета кожи возникает общая повестка, общее дело, то, как правило, они могут друг на другом подтрунивать, но в целом они будут вместе и, как правило, ссориться не будут. Это наш жизненный опыт нам об этом говорит. Так и вроде глобальный мир, который потихонечку становится всё более-более глобальным. Ну, торговля, путешествия, всего этого много. Наоборот, должно подталкивать... Вы, наверное, плаваете по прекрасным морям марсианских хроник Раи Брэдбери, потому что на земле как раз глобальный мир рушится на наших глазах, от него отваливаются куски, создаются новые стены, как стена между Россией и Европейским Союзом. Такая же стена, судя по угрозам, которые идут со стороны Европы, возникнет, могут, вокруг Азербайджана и так далее. Поэтому как раз глобальный мир-то разрушается для людей. Денег становится всё более и более сложным. В чём причина? В чём причина? Какой суть Европейского Союза причина? Но ведь глобальный мир... Я думаю, сейчас будет... Над этим вопросом будет значимое человечество. Но я полагаю, что причина заключается в том, что правящие мировые элиты решили расправиться с наследием нового времени, которое даровало народам демократические институты и возможность участия в истории для сотен миллионов людей. Народы как субъекты истории вошли в историю не так давно. Не как подданные государи, королей ханов или великих каких-то богдыханов, а как народы, как субъекты, как нации. Где-то это конец XVIII, начало XIX века и середина XIX века. 200 лет не прошло. Это происходило на фоне кризиса тех институтов власти, которые существовали тысячелетия. То есть клирикальных и аристократических институтов власти. Я не беру маленькие олигархические республики, типа Венеции и так далее. И, безусловно, первым таким народом, ворвавшимся в историю, был народ Соединенных Штатов Америки, который сумел принять Конституцию и, в общем, так или иначе депродекларировать себя как общность, альтернативную аристократическим принципам формирования власти. В Европе, в Англии, британская революция в целом потерпела поражение во время оранжевой реставрации Вильгелия Моранского, даже еще раньше, извините, во время реставрации Карла Стюарта II, когда веселый король, Карл Стюарт как бы выкинул даже труп Тромвеля, выкопал и повесил его скелет, не поленился. А Америка победила. Я так полагаю, что никуда не держшиеся аристократические элиты мира и клирикальные элиты мира решили отыграть назад историю и загнать народы, выкинуть народы из истории, скажем так. Не значит, что загнать... А как это происходит? Как они встречаются, Ротшильды с Роттенбергами и говорят, надо отыграть? Роттенберги – это правящие элиты. Я думаю, Ротшильды – это банкиры, те, кто реально правит миром. Я думаю, что элитом правит, миром правит аристократия. Традиционалистский клуб – аристократия. Во главе, по крайней мере, с королем Англии. Он кажется вам смешным и наивным человеком. Это совсем не так. Это человек, который очень почитает Рене Генона. И, в общем, как известно, у него там есть келья на Афоне. Он беседует с Давай-ламой. Это не чисто абстрактные беседы. Вы даже не можете проследить с помощью каких механизмов управления, участия в советах директоров транснациональных компаний, глобальных фондов, которые формируют глобальную повестку, экологическую или повестку какую-то еще, и аккумулируют на этом триллионы долларов. Вот эта аристократия голубой крови участвует в управлении миром. Ротшильды, поверьте, на уровень ниже, как и Рокфеллеры. А Ротенберги еще ниже, на пять уровней, наверное. Потому что это как бы вообще периферия для них. Но вот эта аристократия голубой крови, которая, в отличие от народов, тысячелетиями была в истории, решила завершить прогресс, который в сознании нового времени был связан с тем, что человек от простого развивается к сложному, как и ресурсу управления, и вернуться к простым формам, к простым формам управления. Типа империй. Под разными там предлогами. Это национальная, там это религиозная, там это какая-то демократическая, это еще какая-то. Но если вы присмотритесь, на карте мира возникают из такого тумана все более и более ясные пятна империи. То есть наднациональных или субнациональных образований, которые охватывают территории, имеющие экономическое значение, под это подводится историческое оправдание, там, и так далее, и так далее, и так далее. А по сути, либо старые династии, как, значит, это в Европе, например, существуют, никуда не деваются. Либо возникают новые династии, подобные династии Саудовской Аравии, когда там эмир Неджда, вождь из далекого значит, оазиса Неджда, вот они стали королями Саудовской Аравии. Этих королей еще не было, допустим, в 19 веке. Никаких королей вообще в исламе быть не должно, по крайней мере, людей с таким статусом, как короли. И миры там могут быть еще какие-то. Понимаете, там и так далее. Я думаю, что это процесс, который еще только нуждается в осмыслении, но то, что рационалистские элиты мира перешли в наступление, и то, что демократические права, это не происходит с помощью прямо переворотов, которые вот сейчас вот раз, и пришли какие-то фашисты в власти. или там какие-то тираны дикие. Это происходит постепенно. Если вы будете присматриваться, вас постепенно, постепенно забирают у европейцев и в первую очередь, потому что эпицентром формирования либерального дискурса, такого демократического, была, конечно, Европа правового. В Европе это будет, потому что в Европе эти элиты традиционалистские никуда не делись, они присутствуют в политике Европы. Кому-то они кажутся такими смешными пережитками прошлого, на самом деле это далеко не так, а особенно в германском пространстве, да и во французском. Это, конечно, лидером этого процесса является Британия, Британский Королевский дом. Ему, конечно, покровительствуют такие ультраклирикальные лидеры, как Папа Римский, Архиепискот, Кентерберийский, как ни странно, даже Далай-Лама. Я бы даже сказал, что в Китае происходит восстановление императорского статуса в лице, конечно, коммунист, коммунист, да, вот, значит, Си Цзиньпинь, но фактически мы имеем дело с восстановлением нового императорского правления в Китае под некими такими знаменами это происходит. В России, безусловно, имперские иллюзии имперские и призрак империи, ну, как говорится, бродит по нашим просторам, болотам и лесам. Эрдоган нео-османской империи, имперский проект. Муди, Индия со времен великих моголов, которые были исламской империей, не имела имперского измерения. Но вот на саммите двадцатки это имперское измерение заявлено, оно явно выходит за форматы просто государства, империи это те, кто имеет еще проект, который она может транслировать дальше в мир. И Муди этим активно занимается. Пример-министр Индии и его партия, на мой взгляд, крайне радикальная националистическая партия, национал, я не могу назвать их социалистами, национал-кастовая партия, Бхарата Джандар партия. В Индии происходят ужасные вещи, и смотрите-ка, западная цивилизация на эти ужасные вещи, убийства христиан и мусульман массовые не реагируют. Эта Арсения, я думаю, является главным бетонирующим процессом, который скрывается под теми неожиданными испытаниями, которые выпали на нашу долю в прошедшие 10 лет. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. «Ищем выходе» в рючерок. Продолжение следует...